За снежными горами Молва гласит 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 Невозможно не заметить, что за многие годы удалось сохранить и хозяйство, и село. Как же не заботиться о сельской территории, говорит нам Валентин Владимирович, и предлагает побывать в школе. Она построена несколько лет назад. Спортивный зал в этом году мы умудрились благодаря департаменту образования, соответственно, администрации Вецкополянского района, умудрились все-таки добиться, чтобы нам выделили средства на его капитальный ремонт, потому что здание школы у нас было построено в 1969 году, и то благодаря ранечному первому колхозу Родины, в котором у нас сейчас главный спонсор, у нас Валентин Владимирович, он нам всегда помогает. Это главный помощник наш, самый главный, да ведь? В чем приходится помогать в школе? Ну, в данный момент эта школа моя родная. Я здесь учился. Учеников было много. Потом пристрой мы сделали хозспособом. Еще я тогда работал в должности завремонтной мастерской и машинным двором. Ну, и так сказать, а кто в школе поможет, если не то хозяйство? Чьи дети здесь учатся? Дети ж наши здесь учатся. А это уже сельский дом культуры. Ни один год здесь не переставала звучать музыка. Звучит и сейчас. Вся собралась русская душа, которая любит вот эти песни. Поэтому они, им уже в 2017 году будут 15 лет юбилей исправлять. Село живет. Село живет. Культура поет. Председатель помогает, а государство-то должно тоже помогать. А оборудовать-то дома культуры. Думайте, что так надо. Надо, чтобы у нас было красиво. Чтобы пришел в дом культуры, во дворец культуры. Вот так хочется. Но у вас песни красивые. Песни у нас красивые. Мы поем свои песни. Понятно. Спасибо вам. И плесовые, и мелодичные. Мы все поем. Вятка река, вятка река, да, разлива, аеца, да, разлива, аеца. Последние февральские дни юбилейные для Валентина Владимировича Редькина. Ему исполнилось 60 лет. Валентин Владимирович, он молодец. Он всю инфраструктуру хозяйства удержал, не дал ей развалиться. Я его знаю как человек, который глубоко переживает за сельское хозяйство, который душой, телом как бы связан с сельским хозяйством, да. За это я ему хочу сказать, во-первых, спасибо, да, и пожелать ему самое главное крепкого здоровья, чтобы его здоровья еще хватило еще на несколько десятков лет. Я со школьной скамьи, класса, наверное, с третьего уже работал на лошади, на сенокосе. Даже помню, когда моя мама работала бригадиром, женщины даже в ночную смену ходили, работали на сейлках. Да, тяжелый тема была. Я же тут был тяжелый, да. Но мы все надеемся в селе, что жизнь будет лучше и лучше. Так вы на себя ведь надеетесь. Только на себя, я до всегда, когда провожу какие-то совещания, собрания, я говорю, уважаемые работники, коль вы и я решили посвятить нашему родному хозяйству, так давайте же мы будем лучше работать, и у нас тогда все будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова